Музыка Рекламная акция Кто спилит дерево, пила в подарок Только сегодня Только в программе Горсправка Даже если вы примените все маркетинговые ходы Друзья, все равно просто так заняться вопросами Облагораживания своей территории Скажем, спиливанием вот таких вот деревьев У вас не получится Сегодня я расскажу вам о реально работающих способах Решения проблем озеленения в Краснодаре Поехали! Как и многое в современном мире Вопрос того, как спилить мешающее дерево Начинается с дивана и компьютера Для этого нам нужно зайти на сайт Краснодарского многофункционального центра Так и пишем в адресной строке mfc.krd.ru Здесь выбираем раздел Благоустройство территории И дальше, на радость всех заинтересованных Тут только два раздела С пугающим словом Порубка Вам нужно в раздел с пометкой Этап 1 Собственно, это вам нужно Чтобы узнать список необходимых документов Итак, если вам мешает дерево Вам нужно подготовить Заявление о выдаче порубочного билета Паспорт Правоустанавливающие документы Городостроительный план земельного участка Где это дерево стоит Информацию о сроке выполнения работ И ваши банковские реквизиты Что касается формы заявления То с ней можно тоже ознакомиться Не вставая с дивана Так что вы себя застрахуете Еще на этом этапе Ну, так сказать, чтобы у вас документы Точно приняли Для этого заходим на сайт Краснодарской администрации krd.ru Далее разыщите департамент Городского хозяйства И топливно-энергетического комплекса И зайдите в раздел Текущее состояние зеленых насаждений города И еще немного внизу Административный регламент И ура! В этом документе и будет форма Как говорится, кто ходит в гости по утрам Тот поступает мудро А кто ходит в гости по утрам Дням и вечерам Поступает в три раза мудрее Давайте не будем сидеть на месте И отправимся в гости к ребятам Которые занимаются вопросами озеленения Узнать адрес ближайшего многофункционального центра В котором вы можете подать заявку на вырубку дерева Можно на сайте mfc.krd.ru Итак, мы должны обратиться с заявкой на вырубку дерева В многофункциональный центр Но для начала давайте все-таки узнаем На что же по закону мы имеем право И зададим несколько интересующих нас вопросов Случайному прохожему В этот раз случайным прохожим оказался Заместитель начальника отдела озеленения Департамента городского хозяйства Здравствуйте Здравствуйте Я подал заявку Через какое время мне должны сказать Срубят все-таки мое дерево или нет В случае обращения в многофункциональный центр За предоставление муниципальной услуги Выдача порубочного билета То есть, когда заявитель готов Вырубить или обрезать зеленые насаждения За свой счет Срок рассмотрения такого обращения Составляет не более 10 рабочих дней А что мне делать, если я хочу, чтобы мое дерево вырубили И обязан ли это сделать муниципалитет? В случае, если производство работ планируется За счет средств бюджета города Значит, нужно обратиться в администрацию соответствующего округа Ну, написать письменное обращение Значит, в случае, если заявитель готов Произвести работы по вырубке обрезки зеленых насаждений за свой счет Значит, он может обратиться, опять же, в многофункциональный центр За оформление порубочного билета После оформления порубочного билета он может производить работы А какая будет стоимость услуг по вырубке деревьев? Непосредственно оформление порубочного билета Осуществляется бесплатно Однако, в случае, если зеленые насаждения Находятся в хорошем состоянии И, например, произрастают на земельном участке Предназначенном для строительства чего-либо В этом случае, согласно закону Краснодарского края Об охране зеленых насаждений 2695 КЗ От 23 апреля 2013 года Заявитель будет обязан внести компенсационные выплаты В бюджет города за их вырубку Конечно, специалисты не бросятся тут же рубить дерево Которое, например, подозрительно накренилось Его осмотрят и, возможно, просто обрежут Причем, это как лечение у врача В каждом индивидуальном случае дереву прописывается Омолаживающая, санитарная или формовочная обрезка В случае, если представители департамента городского хозяйства Принимают решение о том, что дерево подвержено серьезной болезни Или в буквальном смысле умирает на глазах, не пережив зиму Принимается решение срезать дерево под корень Если вы все же хотите избавиться от дерева То предварительно позвоните в свой округ Может быть, вашим зеленым недругом уже занимаются Если вы волнуетесь за облик родного Краснодара Больше нет причин для волнения В краевом центре работает 15 предприятий-озеленителей Ежегодно высаживаются около 750 тысяч штук однолетних растений 510 тысяч штук двулетников 290 тысяч штук луковичных растений 25 тысяч штук кустарников, роз, деревьев И 10 тысяч штук многолетних растений А ухаживает за ними, постоянно подрезая и придавая красивую форму Целая армия работников Кстати, проверить стоит ли в очереди на вырубку ваше дерево или нет Можно тоже на сайте администрации города krd.ru В разделе департамента городского хозяйства Найдите строчку «Порубочные билеты» И тут перечень документов с указанием улиц На которых деревьями уже занимаются Так что прежде чем начинать акцию Убрать дерево за 60 секунд То есть за несколько дней Лучше просто загляните сюда Кстати, там же, на сайте krd.ru Вы можете посмотреть на акты обследования зеленых насаждений Это тоже документ очень полезный Скажем, мешает вам какое-то дерево Или кажется, что ему срочно нужна древесная санитарная помощь Заходите в раздел «Департамент городского хозяйства» «Текущее состояние зеленых насаждений города» Далее «Акты обследования зеленых насаждений» И находите нужный адрес В случае, если вы являетесь жильцом многоквартирного дома И дерево, которое вы желаете срубить, произрастает на придомовой территории Вы можете обратиться в управляющую компанию или ТСЖ А уже они, в свою очередь, должны обратиться за порубочным билетом Программа «Горсправка» дает полезные советы на все случаи жизни И теперь, если вдруг у вас возникнет такой случай При котором нужно будет разобраться с каким-нибудь деревом Применяя к нему самые серьезные меры От обрезки до спила Вы точно не растеряетесь Ведь вы уже знаете, что делать До встречи! Смотрите нашу программу И в одном из следующих выпусков вы узнаете Как оформить инвалидность в Краснодаре Что такое медико-социальная экспертиза И можете ли вы обратиться за усилением инвалидности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!